Я вас приветствую, друзья. Это Кузнецов Дмитрий, компания Алиам, Центр Юридической Защиты. Автору сразу спасибо. Такой интересный ролик. Знаете, веселое, хорошее настроение, четкий подход, грамотный к ситуации, без тени, страха. Хотя, то, что сейчас вот этот звонарь наговорил, может любого несведущего человека просто вышибить из седла, как бы он крепко в нем не держался. Но при условии, если человек неграмотен, если человек не подписан на наш канал. Да, вот сколько я слушаю этих коллекторов, все время удивляюсь. Фантазия неисчерпаема у них. Но в данном конкретном случае этот персонаж не то, чтобы делает попытку нарушить закон, а он совершает уголовное преступление, в буквальном смысле слова. Начиная с того, что он звонит, не имея на то никаких оснований, так как никаких договоров с основным кредитором у них не существует. Но это такая история, которую нужно доказывать. Ну и второе. Он угрожает уголовным преследованием. Буквально сроки озвучивает человеку, а этого быть не может в формате того, что происходит. Это гражданские дела. И инициировать статью Уголовного кодекса в формате гражданских разбирательств нереально. А уж тем более по долгую микрофинансовую организацию OnlineZine. Давайте мы послушаем и посмеемся вместе. А может быть и задумаемся. Поехали. Алло. Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Это Руслан Юдин, я делаю очень коллег в Индеринском. Пока, быстро деньги. Зовут меня Кирсанов, константин Сергеевич. Ведется запись телефонную диалогу. Ну, Слава Ильич, слышите меня хорошо? Да, да, хорошо, очень хорошо. Замечательно. Долг у вас перед компанией «Быстрые деньги» на сегодняшний день составляет 9850 рублей 72 копейки. Вам требования компании выставляют сегодня до 12 часов полном объеме закрыт долг. Сумку нашли для оплаты? А, нет, еще не нашел. Ну, у вас еще время есть, сегодня до 12 часов, хоть правильная ситуация. Вы прекрасно понимаете, да? Потому что сегодня оплату не производите. Мы, короче, на вас требования уже доводили, правильно? Да, конечно. Потому что компания намеревается документами, которые дают правоохранительные органы. А, да, да. Мы решим факт о мошенничестве и рекредитовании. Спроседство 59.1 уголовного оборудования. Я помню, помню, да. Очень хорошо. Я так понимаю, вы же прекрасно понимаете. Данный факт не подтверждается. Вам грязь ограничение свободы на двух лет. Штраф до 20 тысячи справительной работы. Живем намеренцы. Судив вас приобретать. Постановились? Да. А что мне ее приобретать? Она у меня и так есть, и не одна. Ну и как вам помогает в жизни? Хорошо? Да вообще отлично. Я вообще живу без проблем, комфортно. Без проблем? Да. Постановились? Без проблем? Да. То есть собрать чужую и не возвращаются, это в порядке вещей, да? Почему? Я этого не говорил. Ну как это? Вы долг не можете закрыть перед компанией, быстро деньги. Могу, у меня финансово есть 20 тысяч. Вы их позабыли, я вам напомню. Вы денег не у соседа взяли в долг, а у компании договор подписали. Не, я... Ну поймите, у компании есть такая практика. Я вспомнил, я буквально случай был на прошлой неделе. Клиент должен был 5 тысяч. Если помимо основного долга, ваша штрафа более 45, и у человека при этом еще садим. Ну сочувствую я ему, конечно. Поверен, еще штрафа оплачет. Пожалуйста, ваше право. Думать, я вас уговариваю. Да нет, Руслан Альич. А будете вы уже меня уговариваться? Я вас уговариваю? Конечно. Разве это не уговариваю? Я для вас довожу последствия. Ваша сегодняшняя оплата, Руслан Альич. Ну а зачем мне каждый раз повторять одно и то же? Я же все прекрасно знаю, прекрасно понимаю, знаю о последствиях. Но тем не менее, вы ничего не делаете. Тем не менее, я объясняю, что у меня тяжелая финансовая ситуация, что я прохожу лечение, что меня уволили с работы. Вы же это не... Вы являетесь причиной не оплаты. А, только смерть является? Вами с папой позвоните. Вами с папой позвоните. Да они хотят, они помогают. Да я просил, они говорят, сам выкручивайся. Сам встрял, сам выкручивайся. Вот и все. Позвоните знакомому, родному. Да, в тех обзвонил, говорят, сам давай решай свои вопросы. Все, отстань от нас. Еще, говорит, нам звонят, уже достали, короче. Все, на меня все ополчились. Вы хоть понимаете, что с вами действовали, только усугубляете свое положение? Нет, я не усугубляю ничего. Ну как это? Ваши взаимоотношения с родными близкими изменились, правильно? Или нет? Они и так были не очень, вот в чем дело. Что? Так они и так были не очень эти отношения. Что же там усугублять-то? Ну еще более усугубляется. Да нет, все дальше. Вы даже шаги не делаете, чтобы урегулировать данный вопрос. То есть я на таком близком позвонил. Нет, ну почему шаги не делаю? Я работаю еще. Да нет, зачем кредитоваться? Нет, я работаю еще. Вот вы говорите, вы работаете, да? Да. Представляете же, если вы приобретете судимость, на какую работу вы устроитесь? Ну, устроюсь, конечно. Вообще, в городе, желает ли тебя подчинить человек, который имеет проблемы, это закон, восстановились? Да подумайте о будущем. Расставьте приоритеты правильно. Так, я думаю, расставляю приоритеты правильно, по своим местам. Ну, сейчас, понимаете, но нет у меня денег. Вот что я могу сделать? Ну, пойти ограбить, что ли, кого-нибудь, это преступление. Вы говорите, возьмите кредит, но это опять, я возьму кредит. Я сильно в этом сомневаюсь, Руслан, наявить, что вы не можете к своим друзьям обратиться за это по 500 рублей, по 100, по 1000. Я сильно в этом сомневаюсь. У меня нет. Вы хотите сказать, что в 32 года на протяжении 28 дней вы не можете найти сумму 9850 рублей 72 копейки? Нет, я могу пояснить, у меня были деньги, были, я вам скажу так, были, но понимаете. Да вы мне это можете не объяснять, если до 12 часов не регулируется вопрос, когда все уже будет следовательно. Ну, только если не объясняете, что же тогда вопросы задаете? Вот вы звоните мне, звоните потом родственникам, пытаясь на меня таким образом воздействовать. Смысла нет, если у меня нет денег, ну я же их не напечатаю, не нарисую. Руслан Нович, вы мне это не объясняете. Вы тогда не звоните, не спрашивайте. Вы тогда не звоните. Руслан Нович, что вы не будете, звонков не будет. Ничего, спокойствую нарушать. Так это вы звонками, только их, да вы не меня напрягаете, вы их напрягаете. Мне же вообще все равно. Руслан Нович, вы таковы на контроле до 12 тысяч. На каком контроле, на каком контроле? Я желаю вам сегодня удачи, я думаю, на грязь вам потребуется. Оплата не поступает на компанию, обижайте, вы не обидите. Да я не обидчивый. В рамках законов уже без черта ваших интересов. Да, все верно. Всего доброго вам, до свидания. Всего хорошего, не хворайте. Знаете, друзья, тот самый случай, когда хочется сказать, где силеный человек, а там уже и станция выходить надо. Еще раз говорю, ни тени какого-то испуга, сомнения в своей позиции. На, получай то, что просил, как говорится. Ну, если вы хотите вот так же себя чувствовать, как автор этого ролика, спасибо ему огромное за этот материал, то скорее подписывайтесь на наш канал, вникайте, разбирайтесь, давайте становиться умнее. Конечно же, если вы этого еще не сделали. Ну, а те, кто уже давно на нашем канале, конечно же, я призываю делиться каждым роликом в соцсетях, репосты, так называемые делайте. Вступайте в группу ВКонтакте, рекомендуйте наш канал как можно большему количеству людей. Действительно, я уже точно знаю, мы помогали им, и дай бог, чтобы как можно больше людей наконец-то сообразило, поняло, как, что на самом деле устроено. Так, ну, тем, кому нужна юридическая защита от компании Алиамо, мы являемся крупнейшим юридическим оператором на сегодняшний день на территории Российской Федерации. И работаем по всей территории той самой Российской Федерации, где бы вы ни находились, мы вам прежде всего предлагаем посмотреть видеопрезентацию, как устроена работа наших специалистов. Есть ссылочка на наш сайт в описании ролика, и на сайте выложена та самая видеопрезентация, о которой я сейчас говорю. Также для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка справа вверху. Вот она. Оставляйте заявку, звоните, мы с вами всегда найдем общий язык. А и поможем вам, если у вас не хватает сил, времени, опыта, самим разобраться с данной конкретной ситуацией. Мы эксплуатируем строго законные методы и в конце своей работы даем пожизненную гарантию на наши услуги. Также хотелось бы у вас поинтересоваться, как вам этот ролик, понравился или нет. Вопросничек в правом верхнем углу. Вот оно выходит. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр Юридической Защиты, Компания Аля. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok